Друзья, вы слушаете и смотрите подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы каждую неделю со здравым смыслом, с долей иронии и честно обсуждаем молдавскую политику. Я Михаил Сиркелей. Я Иван Святченко и мы опять Михаил в Камрате. И мы опять Иван в Камрате. Я рад тебя приветствовать, Иван. Я рад приветствовать тех, кто нас смотрит и слушает. А смотрите и слушайте у нас на различных платформах на YouTube-канале Nonfiction Святченко. На всех платформах Нокта. Да. И Нокта на YouTube, в Facebook. И мы даже, друзья, появились на платформах Spotify подкаст и на платформе Apple подкаст. Вы можете нас слышать. Наши подписчики долго этого ждали, вот мы к вам пришли. Мы к вам пришли для того, чтобы было удобнее нас слышать, когда едет кто-либо, кто за рулем и едет, не знаю, в какую-нибудь дальнюю поездку, например, с Кишинева в Камрат или с Камратом в Кишинев. Например. Например, да. И у него есть возможность смотреть видео, он может нас слушать на вот этих платформах подкастов. Да. Ну что, Иван, накопилось очень много тем. И яркие довольно-таки события. И яркие довольно-таки события. И мы, безусловно, по всем этим событиям пройдемся. Мы обозначили пять тем. Предлагаю озвучить их для наших телезрителей, для тех, кто нас смотрит и кто нас слушает. Мы, безусловно, обсудим, ну, наверное, главную новость вчерашнего дня. Это интервью Майсанду известному российскому журналисту в изгнании, если так можно сказать, Юрию Дудю. Очень много реакции это вызвало. Удивились точно все. Абсолютно, да. Удивились точно все. И это перебило некоторую повестку. Про инаугурацию Путина, забегая вперед, не вспомнил никто. Вообще, да. То есть главной темой в республике Молдов было интервью Майсанду Дудю. Также мы обозначили, как одну из тем, это визит Майсанду в Норвегию, да. Скажем, о том, какой прием там оказали ей. И что Норвегия пытается или собирается сделать для республики Молдовы за этого визита. Дальше у нас есть обозначена тема отставка Тарнавского. Вице-спикера Народного собрания Александра Тарнавского отстранили от занимаемой должности. Одним мандатом не усидел. Одним мандатом, да. Пытался усидеть, бедняга, да, не получилось. Девятое мая завтра. Я заранее тебя поздравляю. С днем Европы. Со всеми праздниками, которые празднуются в мае. Да, спасибо. И Хидерлес празднуется в мае, да, то, что в мае был, да, Хидерлес-Гагусский праздник. Поговорим о том, что такое девятое мая, да, как его извратили, в том числе этот день, самый день Победы, да, и поговорим о том, как в Молдову завтра будет отмечать 9 мая. И напоследок мы поговорим о отставке судей. Я люблю, когда судьи уходят в отставку, я очень люблю. Ну, как-то очень много всех судей ушло в отставку. Ну, и хорошо. И хорошо. Об этом поговорим тоже. Друзья, не приключайтесь, мы вернемся через несколько мгновений, а пока не забывайте подписываться на нас и делиться этим видео и ставить лайки, да, чтобы потом не отвлекаться. И комментарии. Друзья, мы вернулись. Иван, ну вот интервью с президента страны Майя-Санду Юрию Дудю. Важен, конечно, политический контекст, в котором это все происходило. Вчера же была инаугурация очередная, пятая. Никто уже не сосчитает, насколько инаугурация была. Не особо интересно, прям, скажем, ну, вышел дедушка в пятый раз, положил на конституцию. Положил, вот именно, да, положил кое-что на конституцию, да. Ну, давай вернемся к интервью, да, как бы, или ты хочешь сказать пару слов о инаугурации? А что про нее говорить? Он говорит-то нечем про инаугурацию. Инаугурировался. Сам себя инаугурировался. Да, никто не сомневался. Если еще хоть минимальнейшая интрига была относительно выборов, там, допустят кого-то, не допустят кого-то, то весь этот фарс, в которых выразился российская избирательная система, мы уже привыкли на это смотреть, ничего там удивительного не происходит. Ну, кто-то сейчас гадает, кто будет премьер-министром в Российской Федерации. Какое значение вообще? Абсолютно никакого. Госдума, это единогласное большинство, 450 человек, голосуют за. Причем они, обратите внимание, постоянно сидят, они даже не встают, даже не ходят. Да, конечно, конечно. И это, в принципе, статистически невозможно, потому что, ну, кто-то заболел, кто-то уехал в командировку, кто-то не пришел на работу просто так. 450 единогласно парламент голосует. Нет парламента. Причем подчиняется администрации президента. Ну и далее по списку медиа нет, судебной системы отсутствуют. Местные власти все под ноль, под козырьком, да, то есть и так далее. Ну, да, давай перейдем к самой главной новости вчерашнего дня, наверное, всей недели, да, это, ну, окей, кроме завтрашнего дня, безусловно, да, но, во всяком случае, вчера и сегодня обсуждают интервью Майя Санту. Очень много реакций, очень много, с одной стороны, критики, пророссийские комментаторы просто желчью брызжут по всем сторонам. Называется, пылающие пердаки. Пылающие пердаки у них, да. Потом, ну и тут есть несколько моментов, которые я бы хотел, чтобы мы с тобой прокомментировали, которые бы прокомментировали и обсудили, это то, как вообще Юрий Дудь взял это интервью, насколько он подготовился, готов ли он, и вот это вот, что называется, извините, доебался до забора, как бы... Я даже не знаю, как комментировать. Ну, окей, давай начнем с самого начала, да, вот это вот, как оно тебе вообще, это интервью? Я вот смотрю на это интервью с двух точек зрения, одновременно и как журналист, и как гражданин Республики Молдова. Да. И это разные точки зрения. С точки зрения журналиста, это прекрасно сделанная работа, это впервые у Юрия Дудя президент независимого государства. Ну, некоторые журналисты молдовские с тобой не согласились, но я потом расскажу. Хорошо. А для Майя Сандо это выход тоже на новую аудиторию, неизвестную ей, незнакомую, самого популярного российского не просто блогера, но интервьюера. Популярнее Юрия Дудя нынче в Ютьюбе русскоязычном нет. Да. Это хорошо. А вот что касается самого интервью, тут вопросы есть. В частности, по подготовке к интервью. Ну, хорошо, перед тем, как мы перейдем к подготовке непосредственно к своим деталям интервью. Какие цели с твоей точки зрения последовал Юрий Дудь? Потому что это впервые он берет интервью у действующего президента. Да. Ну, это интересно. Это и его аудитория, судя по комментариям, удивилась. И, можно сказать, обрадовалась. Поздравила Юрия Дудя. Это серьезная журналистика. Не просто, конечно, брать любое интервью, но все-таки президент страны это не совсем рэпер. Это чуть более высокая планка мастерства. Молодец. И тут нужно лучше готовиться. А вот подготовился он не подготовился? Готовился он как-то, ну, средний. Не слабенький, но средний. Окей, а зачем это нужно Майя Санду? Во-первых, донести свою точку зрения до более широкого круга людей. И это полезно для того, чтобы общаться с самым разным типом журналистов. То есть в Молдове таких популярных журналистов нет. И Юрий Дудь после начала войны России против Украины из России и уехал. Он же живет не в России. Это интересный взгляд, это интересный опыт. Почему бы и нет? Ну, хорошо. Майя Санду пыталась через Юрия Дудя добраться до какой аудитории? Явно, и зачем ей добраться? Потому что у Майя Санду скоро выборы, президентские выборы. Референдум, который Майя Санду инициировала по вопросу европейской интеграции. Майя Санду явно должен достучаться до аудитории, которая может за нее голосовать. Это либо аудитория, которая находится в Республике Молдова, либо гражданой Республики Молдова в диаспоре. Ну, это Юрий Дудь и его команды обратились к Майя Санду с просьбой об интервью. Точнее, Майя Санду для раскрутки идеи референдума пошла к Юрию Дудьу и сказала, возьми-ка у меня, Юра, интервью. Ты думаешь, это... Такие слухи тоже, не слухи, мнения наших отдельных коллег высказывались, что они заплатила ли Майя Санду Дудью сделать вот такое рекламное интервью, видимо, что, на мой взгляд, конечно, ересь какая-то невозможного масштаба. Но там много всякого интересного. Ну, хорошо, а она достучалась, как ты думаешь, до определенной аудитории Республики Молдова? И до какой, если да? Вот тут вступает в дело гражданин Республики Молдова я. Практически все, что она рассказывала в интервью, мы уже по молдавским СМИ, по молдавским публикациям, видеоинтервью мы слышали. Ну, она была у тебя на интервью, она была у меня на интервью. Ну, и у многих она была на интервью. Для прессы, насколько я знаю, наш президент вполне себе открыта. Вот. В чем ее сила? В честности. И, может быть, именно поэтому она не может поменять тезисы основные. Молдова против войны, которую ведет Россия в Украине. Молдова выступает за мир. Молдоване не хотят воевать. Наш стратегический курс – это курс европейской интеграции. Ты все эти темы знаешь? Нет, я просто имеется и в виду, потому что, безусловно, что пыталась сделать российская пропаганда в последнее время? За Майю Санду проголосовало очень много русскоязычных, которые смотрят на Европу. То есть, которым не нравится то, что ведет, что делает Владимир Путин, во что он превратил Россию, и то, как ведет себя Россия на международине, особенно на постсоветском пространстве. И мы же знаем, да, что за Майю Санду внутри страны очень много русскоязычных проголосовало. Я видел это своими глазами. Но есть мнение, что в последнее время вот эти русскоязычные, которые где-то посередине, они стали разочаровываться, потому что нет результатов там, нет результатов здесь. И вполне возможно, вот это интервью через Юрий Дудя, возможность достучаться до этого аудитории. Ты как на это смотришь? Вполне возможно. Слушай, все избиратели важны, все избиратели нужны. Все граждане у нас мнением президента интересуются, и уж как минимум прислушиваются в любых политических странах, в любых лагерях и таборах мнение президента – это важное мнение. Все знают Юрия Дудя, вторая чаша весов. Румыноязычные, русскоязычные, болгароязычные, гагаузыязычные, любоязычные. Юрия Дудя знают. В Республике Молдова это довольно известная фигура, как, собственно, просто на Ютьюбе, как журналист. Именно он прорубил это окно в Ютьюб. Вот вышел президент, вот вышел интересный журналист встретились, поговорили. Полезно, интересно. Очень многие говорят, что это провальное интервью Моя Санду, Юрия Дудя. Ты как это оцениваешь? Я не берусь оценивать эти мнения, потому что у меня есть свое профессиональное мнение. Твое профессиональное мнение. Мнение журналиста и мнение гражданина Республики Молдова. Как гражданин Республики Молдова, 10 баллов и тому, и другому. Молодцы. Хотя бы потому, что это все состоялось. Это факт нашей журналистской истории в Молдове. Наш президент. И вот очень известный в мире, в Европе, в Молдове, в России, на постсоветском пространстве специалист. Оценивая профессионально, президенту поставлю восьмерку. Она, как политик, не могла быть более откровенной, хотя на мой вкус мне хотелось, конечно, большей откровенности, большей жесткости, большей определенности в высказываниях. Но опять же, если мы исходим из того, что она пытается дотянуться до той аудитории, которая особо политикой не интересуется, а Юрий Дудя, это не политический журналист, он не работает в политическом жанре. Если ты идешь к президенту, то ты вынужден работать в политическом жанре. Либо не ходи. Ну окей, это уже что касается Юрия Дудя. Мы сейчас говорим о самой аудитории, которую смотрит Юрий Дудя. То есть очень много людей, которые политикой особо не интересуются или интересуются постольку поскольку. Потому что Юрий Дудя в основном берет интервью у певцов, журналистов, не журналистов, да, актеров, артистов, спортсменов. У него очень широкая аудитория. Аудитория. Не политики в основном. Ну то есть если ты хочешь до этой аудитории достучаться, то не нужно быть жестким. Потому что ты посылаешь сигнал туда за пределы Республики Молдова в том числе. Жесткости не хватило в чем? Ну, когда мы с тобой разговариваем про Владимира Путина, мы с тобой вполне определенные. Да. В своих оценках. И тут стесняться в выражениях грешно. Абсолютно. Для президента, к сожалению, или просто по ноблайзу ближ, положение обязывает. Она не может высказывать то, что она на самом деле думает. А то, что она думает про него, как думает любой нормальный, вменяемый человек. Подготовка журналиста. Прекрасного журналиста. Ты мне намекаешь, Михаил, переходи уже, да, переходи к этой подготовке. Там есть, чтобы обсудить, понимаешь, 8 с минусом, а то и семерку. Для прекрасного, хорошо готовящегося к своим интервью Юрия Дудя. И тут как-то, ну, окей, окей, спасибо. И это интересно. Я это посмотрел, я это лайкнул, я это перепостил. Эти задачи выполнены. Но там три момента, да, или как минимум два момента. Он очень долго жевал эту конфету, если так можно выразиться, да, про это самое, закрытие этих телеканалов. И второе, что он жевал, это вот это снятие представителей организованной преступной группы Ивана Шора с выборов. Он называл Шора оппонентом Майи Сандуи. Для тех людей в Молдове, которые немного разбираются в молдавской политике, это, ну, бред. Иван Шор не оппонент Майи Санду. Оппонент Майи Санду, это может быть Игорь Дадон, экс-президент. Это политика, которая может баллотироваться на пост президента. А осужденный вор, на 15 лет осужденный и находящийся в бегах, это не оппонент президенту Майи Санду. Тем более, который не может баллотироваться сейчас на выборах президента. Еще юный мальчик, да. Да. 36 лет ему. 36? Ну, 86-го года, я не знаю, 36, по-моему, да. То есть, нет. 38, ну, не суть. Он не может баллотироваться на предстоящих выборах, поэтому он не является прямым конкурентом Майи Санду на этих выборах, безусловно. Но что это? Это непонимание. О чем это говорит? Это говорит, причем он, он несколько раз говорит, что его кто-то консультировал в Республике. Да, это было бы очень интересно узнать, кто же его консультировал. Ну, я примерно знаю, кто его консультировал, но оставлю это пока больше. Я не догадываюсь. Я слышал, как Юрий Ильич ссылался на двух молдавских экспертов, на господина Павловского, который давно уже не судья ЕСПЧ. И никого Виталия Катана, да? И Виталия Катана, который называется эксперт в области конституционного права и политический аналитик, но на моей памяти это человек Плохотнюка и это эксперт Владимира Плохотнюка. Да. Так что... Только Владимира Плохотнюка. Более того, он в публичном пространстве появляется последние годы довольно редко. И, честно говоря, если бы я искал мнение Виталия Катана, я бы затруднился его найти. Ну, этот Павловский, да, по-моему, судья, он, по-моему, из группы вот этих ребят из платформы. Из платформы, да. Который очень обижен на Майя Санду. Он вошел в правительство Майя Санду министром юстиции, министром юстиции, но почему-то проработал всего неделю и ушел в отставку. Почему? Я не знаю. Это у него нужно спрашивать. Что-то там у него. Не босиньки шапка, оказалось. Может быть, шапка не босиньки, может, еще что-то какой-то другой. Конфликт интересов. Бог его знает, не знаю. Да. Но там же еще интересная история была. Вот какие статьи он цитировал, да. Карнеги. Статья написана нашим одним коллегой Владимиром Соловьем. Интересно, не он ли был консультантом? Не знаю. Не спрашивал, не общался. Ну, хорошо. А вот что касается подготовки. Что тебе не понравилось в подготовке этого интервью? Человек... Меня поразило, что человек, который вынужден был покинуть страну, не до конца понимал, свою страну, имеется в виду Россию, и вынужден сейчас скитаться по всему миру, потому что явно режим Путина представляет для него угрозу для таких людей. Он объявлен и на агентом. И на агентом, да. И у меня сложилось такое впечатление, что он не до конца понимает угрозу, которая исходит от его страны, в том числе от таких стран, как Республика Молдова. Он пытается, не знаю, что-то там предъявить Майю Санду, пытается переиграть ее по поводу борьбы с пропагандой внутри страны. Посмотрит на ту, пропаганду, которая происходит в России. Это вот та самая пропаганда, которая была на вот этих вот закрытых якобы СМИ. Это не СМИ, средство массовой агитации. Это кремлевский курс, аппарат президента и Владимир Путин, царь и бог, восславим нашего прекрасного в пятый раз избранного президента РФ. Все. Ну и попутно попиарим Шора. То есть там нарратив в основном про российский. Только пророссийский. Ну хорошо, вот эта вот попытка зацепиться крючкотворства, это к чему вообще? Слушай, для журналистов... А зачем он это делал? Для журналистов нормально цепляться и заниматься крючкотворством. И в Молдове занимаются журналисты именно этим же. И те же вопросы задают Майю Санду, и много раз мы слышали ответы ее на эти вопросы. Цепляться к словам и настаивать на своем, на получении ответа. Это нормальная цунглейская работа. Не, ну просто удивляет, что после 10 лет, после 10 или 11 лет после начала войны на Донбассе, который фактически российский вопрос против Украины, этот человек пропагандистов сравнивает с свободными СМИ. Ну да, да. Там много было интересных таких нюансов. Скажем, спрашивает интервьюер у президента Молдовы, а почему в Армении за время войны вырос ВВП, и в Грузии вырос ВВП, а в Молдове нет? Слушайте, ну включаем логику и понимаем, почему так произошло. Потому что в Грузию и в Армению поехали российские так называемые релаканты, с какими-никакими но деньгами, поскольку карточки российские в то время точно работали и в Грузии, и в Армении, потому что в Грузии находятся вполне себе лояльные российским властям правительство Иванишвили. Ну, окей. Теневой руководитель Иванишвили. Он же официально... Это все называется, по словам Юрия Дудя, люди, бегущие от войны. Да, это люди, бегущие от войны, но немножко разные люди, которые прибежали от войны в Молдову. Да. И тот миллион человек, который прошел через Молдову, они... Другая категория, они не должны повышать ВВП Молдовы. Да, и никто... Именно на голову падают бомбы. Их города разрушаются. И у них не было времени собраться, собрать все свои деньги, да-да-да, в кубушечку, да, и уехать. Все, что смогли схватить в руку детей, прежде всего, да, и близких, и приехать сюда. И там, кстати, было очень много комментариев, да, именно от украинцев под интервью. Вот в телеграм-канале я редко листаю телеграм, но залез вчера к Юрию Дудюмой в телеграм, он заскриншотил довольно много сказываний украинцев. Он сам был так немножко опешен, да, мне кажется. Не опешен, но... Сердце, да, разрыв. А это очень все и трогательно. Украинцы благодарят молдаван за гостеприимство, за помощь, за то, что, ну, в тот момент я гордился своим народом и своей принадлежностью к нашему народу. А я тоже. Вот. Это хорошо, когда ты помогаешь людям, которые оказались в беде не по своей воле, не по воле случая, а по воле одного старого дедушки, который в пятый раз инаугурировался, которые потеряли свои дома, потеряли свое имущество и попытались спасти свои жизни. Мы, народ Республики Молдова, им помог. И продолжает помогать и будет продолжать помогать. Это хорошо. Безусловно. И по поводу снятия с выборов, то есть, как бы, опять же, этих, сравнивать, опять же, возвращаемся к тому, что ты сказал, сравнивать или называть их оппонентами Майя Санду, да, фактически, не понимая, что это на самом деле это организованная преступная группа, которая пользуется... Выдвигают своих марионеток. Это же не политики. В местные органы власти, в центральные органы власти, в парламент. В любые органы власти, в парламент хотят, в президенты хотят, в барханы уже попала одна представительница. А он, как журналист, должен был вообще, как он должен был вообще копнуть в этот контекст? Потому что это очень такая обширная тема, это он очень поверхностно. Я-то уверен, я такое ощущение, что он там, когда мы в интервью подготовился, там, прочитав одну-две статейки и пообщавшись там полчаса с каким-то, ну, своим коллегой, как он называет здесь, в Молдове. Не знаю, как готовился. На самом деле, Молдова страна маленькая, очень сложная, и у нас... Сложная для понимания веры и людей, или что? У всех. У нас реально делается настоящая политика, пусть на таком мелком, карликовом уровне географически, но количество течений в Республике Молдова и вся наша бурная политическая история, она предполагает, что если ты ее изучаешь, то это надо заниматься годами. Тут черт ногу сломит, и тут реальная политика, тут вполне себе те же политические процессы, которые идут в Европе на столкновение партий, ну не так, как в Америке, в Америке это по-другому, но для нашего маленького масштаба это все сложно. А человек со стороны, со своей политической культурой, в России им не менялся президент последние 25 лет, у нас сменилось их сколько, под 10 штук, если считать ИО президента. В Молдове каждый избирательный цикл чему-то учится, это хорошо, это полезно. В России это просто незнакомо, тем более для журналистов, который политической журналистикой не занимался. Ну, тогда не надо было брать интервью, нет? Нет, почему? Не занимался, не занимался, вот и занялся. Ты думаешь, у него после этого будет глубже-глубже нырять в молдавскую реальность? в молдавскую реальность, просто в политическую реальность? Ну, политическую реальность имеется. А почему нет? Вдруг и нырнет, мы там с тобой плаваем, что-то, неужели мы будем против Юрия Гудудя, который рядышком, брасом, поплывет? Я буду только за. А как тебе сравнение с Борисом Ельцином? В один момент он сравнил ее с Борисом Ельцином. Вот руководство и зачитал там какой-то комментарий, кого-то я уже не помню, кого там, что это якобы 96-й год. У них же сейчас очень такая большая среди либеральной российской общественности, которая вся в изгнании, они сейчас обсуждают этот фильм Марии Певчих предательный, 96-й год. И рефлексируют это все очень сильно по этому поводу. Наверное, вот это вот навеяло. Кто, он зачитал комментарий кого-то, кто сравнил Майя Сандо с Борисом Ельцином? Ну, это кто-то из его команды. У них какой-то внутренний чат есть и обмениваются они мнениями. Видимо, в ходе подготовки интервью кто-то высказал такое мнение. Ну, окей. Не, ну, подожди. Разные люди в команде. Ну, во-первых, Борис Ельцин был в 96-м году. Ну, во-первых, да. Несколько изменилось время с 96-го года. А, во-вторых, у нас с 91-го года, ну, как Молдова стала независимой, была, сменилась куча правительств, куча президентов и тогда чего нельзя сказать о России. Ну, да, да, конечно. Я же говорю, это все воспитывает, медленно воспитывает, через пень колоду воспитывает, но воспитывает дух гражданского самосознания в нашей стране. Мы гораздо более опытные люди в политике. Не мы с тобою, а... А как общество. Какое? Этой страны, как общество. Мы гораздо более взрослые, чем очень многие россияне. Самые такие вот политологически подкованные. Читал я недавно одно мнение журналисты, Остап Кармади, его фамилия, живет, по-моему, в Чехии давно. Говорит, вы знаете, российских политологов нужно оценивать по одному фактору. За сколько дней они уехали из России до 24 февраля. У тех, кто остался или уехал после 24 февраля, у них политический рейтинг, рейтинг квалификации отрицательный. Те, кто уехал после 24 февраля. Да, как-то вот. Я не совсем согласен с этим мнением. Почему? Потому что они не поняли, что происходит в России. Да, что надо валить. Надо валить. Валить надо, валить надо давно. Но меня больше всего поразило, опять же, судя по всему, консультировал его какой-то коллега из Молдовы. Может, не консультировал? Нет, но он это сказал, да, про то, что по поводу свободы СМИ он очень-очень долго, они же... Он пытался, скажем так, допытывал у Майя Сандо ответы по поводу того, почему закрыли то СМИ, почему закрыли это СМИ. Майя Сандо вроде как. Только это не СМИ. Только это не СМИ. Да, вот это и проблема, что он продолжает сравнивать пропаганду с свободными СМИ. И он, значит, зачитывает чье-то мнение, которое ему сказали, да, судя по всему вот этого коллеги его из Молдовы, который говорит, что в Молдове, да, есть независимые СМИ, но все они зависят от грантов. И поскольку они зависят от грантов, а гранты приходят в основном от западных партнеров, да, западных партнеров. Один в основном не только от западных партнеров. Да, поддерживают нынешнее правительство. То, что приходит из России, это не гранты. Безусловно. И, значит, они практикуют самоцензуру. Что, Михаил, ты практикуешь самоцензуру? Иван, я практикую здравый смысл. Я не хочу становиться инструментом, который закрывает глаза на важные моменты, да, и играет в объективные СМИ, как предлагают стандарты некоторых международных изданий. Вы дайте мнение одних, дайте мнение вторых, и пусть люди делают выводы. В этих странах, к сожалению, не висит прямо над твоими границами российские самолеты и танки. Как-то не идет на их границе война. Я не собираюсь предоставлять слово людям, которые хотят в интересах Кремля уничтожить эту страну. Совершенно верно. которые используют... Планы такие, не то, что есть, они про их проговаривают. Безусловно. Я не собираюсь позволять кому-то использовать демократические методы для разрушения демократии, да, то есть, и мы это видим, как Россия по всему миру, в том числе... А, Путин начал это в России, Путин продолжил это делать в странах бывшего Советского Союза, которые по какой-то причине он считает, скажем так, странами, которые попадают под флеры в сферу влияния Кремля, и он использует демократию в этих странах для того, чтобы подорвать саму демократию. И используют свободу СМИ, то есть, гарантию свободы СМИ, для того, чтобы подорвать свободу СМИ. И я не настолько идиот, для того, чтобы не понимать, что с приходом России здесь будет происходить полный, извините, то, что мы наблюдали в Ерпене, в Буче и так далее. То есть, наверняка... Шесть букв на букву П начинаются, на С кончаются. И наверняка есть расстрельные списки. Я даже знаю, чьи фамилии там. Безусловно, да. Сомнения есть? У меня тоже. И никто не будет проводить абсолютно никаких расследований. Никто не будет... Ну, кто-то может потом выразить озабоченность с разных сторон. Безусловно, да. Но имеется в виду та страна, в которой очень долгое время жил Юрий Дудь, она не будет проводить никаких расследований. И никто не будет обеспечивать право, не знаю, там, на свободу слова, никто не будет обеспечивать право на адвоката. Ну, вот право на адвоката свободы слова в Донецке или в Луганске, например. Куда пришел русский мир, как там он обеспечивается? Там все хорошо, все свободны, все с независимой судебной системой живут. Или кто-то кого-то сажает в подвалы, расстреливает, пытает, отбирает бизнес. Ну, абсолютно. Это вот это вот русский мир, который пришел туда, он коснулся сначала тех, кто выступал против этого русского мира, а потом всех остальных. А потом всех остальных. Всех тех, кто продвигал этот русский мир. Я в своих авторских колонках наговорил, я не знаю, по российскому законодательству, не знаю, там, на 300-400 лет тюрьме. И никто ее сражать мне в тюрьму не будет. Как бы списки, мы все знаем, что они есть. И я уверен, что когда российские войска приблизились к Николаеву, здесь уже эти списки были готовы, просто ждали, чтобы пришли сюда и для того, чтобы выставить всех перед стенкой. Поэтому мы не такие идиоты, мы практикуем здравый смысл. Мы не практикуем самоцензуру. Мы практикуем здравый смысл и прекрасно понимаем, о чем здесь. А вот эти вот ребята, которые уехали из России, да, они, к сожалению, до сих пор не поняли, в каком мире они живут и какую угрозу представляет для мира и для такой страны, как наша, наша страна, республика Молдова, путинский режим. А путинский режим представляет самую прямую угрозу. И интересно, почему Майя Санду не смогла Дудзю в интервью сказать именно так, как мы говорим. Как ты думаешь? Ну, она же сказала, что российская пропаганда тратит на продвижение своих... Миллиарды, да. Миллиарды. Мы не можем тратить миллиарды ни на контрпропаганду, ни на защиту своего информационного пространства, а защищать его надо, потому что это настоящая гибридная и информационная война. Это разные типы войн современных. Но мне кажется, концепт про то, что из России финансируется политическая деятельность, он вообще не понял, в чем проблема. Нет, конечно, не разобрался. Он вообще не понял, да. Поэтому закрыли каналы по беспределу, говорит. Ну, не совсем по беспределу. И сняли кандидатов по беспределу за то, что она не указала в своем отчете, что она кормила там каких-то своих сторонников. Ну, камон. Ну, блин. Да. Камон. Камон. Это вот то, что, что называется, подготовка к интервью. Камон. От некоторых коллег из Республики Молдова. Привет, коллеги. А что ж ты все же к коллегам из Республики Молдова? Да нет, ну, просто хотелось бы знать. У нас коллеги, например, из Республики Молдова рекомендовали советникам Майя Санду не обращать внимание на Юрия Дудя. Никому не нужно Юрия Дудь. Нужно, чтобы Майя Санду дала интервью им по Тима Нучи. Это такая жесткая Z-журналистика. Или Юлии Миншовой. Это такая софт Z-журналистика. Ты говоришь о той, кто строил доверие между двумя берегами Днестра. Да. Да. Не будем называть. О драконах ни слова. О драконах ни слова. Да. Не углубляемся. Ну что? Так. Каратенько мы пробежались по интервью Юрия Дудя на полчасика. Предлагаю перейти к следующей теме. Мы прервемся на коротенькую паузу. После чего вернемся и поговорим о визите Майя Санду в Норвегию. Который буквально вчера до позывчера состоялся. Друзья, не прекращайся, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись. Не забывайте подписываться на нас, делиться этим видео, ставить лайки. Да, мы это подкаст, это вам не мешки таскать. Подкаст, где мы обсуждаем с Иваном Святченко молодскую политику, честно, со здравым смыслом и долей иронии. Итак, президент страны Майя Санду уехал с официальным визитом в Норвегию. Ей оказали там достаточно очень хороший прием. Ну, королевский. Ну, что уж говорить. Король встречал, да. И Норвегия обещала помочь Республике Молдова 30 миллионами евро на развитие энергетики. Вообще, я не знаю, ты следишь за молдавской политикой давно, но дольше, чем я. Не будем уточнять, да, сколько. Сука, мне лет. Да. Как бы, тут, конечно, меня сейчас могут обвинить в предвзятости и так далее, и тому подобное. Самоцензуре тебя заплатили за то, чтобы ты рассказал про визит моей Санду в Норвегию. Безусловно, да. Безусловно, с точки зрения Дудя, наверное. Это в международной политике Республики Молдова вообще, как ты это все оцениваешь? Во-первых, я обожаю Скандинавию. Если у каких стран можно и нужно учиться, так это страны Скандинавии. Причем у всех. И плюс у Нидерландов. Нидерланды это такая граница. Скандинавия не совсем Скандинавия. Вот у Скандинавии у всей. У всей. Стоит учиться и есть чему поучиться. Наши отношения с Норвегией, Молдовой, Республикой Молдовы и Норвегии неожиданно получили новый импульс. Прямо вот это видно. Это заметно, это заметно в дипломатических кругах, это заметно в политической повестке. Все зачем? Ну, проевропейское правительство у нас пришло. Не с Дадоном же король Норвегии будет встречаться. Ладно, Дональд Трамп вышел из туалета и то сразу селфак. А тут король все же не допустили бы Игоря Николаевича. Да много куда его не допустить. Да не Трамп, это был Макрон. Трамп это был. Это Трамп во он, он подкараулил. Это Макрон был. Я тебе говорю, Трамп. Да ладно, не спорим, Я знаю, что Макрон, ты знаешь Трамп. Я знаю Трампа. Я видел этот селфак с Трампом. Может он там, знаешь, в засаде. Он не по унитазу сидел. Ну, может, ладно. Норвегия. Ворвем, как Норвегия. Норвегия страна богатая. Там есть фьорды. Там есть фьорды, там есть газ, там есть нефть. Там есть все. Там есть все. Селедка, лосось. Да. Король. Прекрасное население, умная, прекрасная экономика, развивающаяся. Нет членов Европейского Союза, но у которого очень много соглашений с Европейским Союзом. Да, и мы можем в Норвегию ездить без виз. Да. Десятилетие безвизового режима мы недавно отмечали. Вот. И Норвегия как-то, благодаря нашим проевропейским властям, как-то по-другому стала смотреть на Молдову. Как на партнера и на страну, которой можно и нужно помогать. Да. Что, безусловно, очень подружески мной воспринимается. Это полезно для страны, это полезно для меня, как жителя, гражданина этой страны. И 30 миллионов на энергетику это серьезная сумма для нашей страны. Безусловно, но я имею в виду про то, какой толчок получил развитие международных отношений в Республике Молдово. Невероятно, такого не было в молдавской дипломатике никогда. И речь не только о визите в Норвегию, но вообще то большое количество стран и лидеров, которые побывали в Молдове, и куда ездил президент страны. Как ты думаешь, с чем это связано? Нику Попьевскую, Майя Санду. Это вот первый импульс. Народ Республики Молдова и большинство, вменяемое правообъездское большинство в парламенте. И ты как Молдова повела себя с украинскими беженцами? Конечно, конечно. Это резонанс на мировом уровне. Это в европейском духе очень сильно. Это в человеческом духе. Да, безусловно. В цивилизационном духе. Ну, Европейский Союз пропагандирует человеческие ценности. Мы сейчас будем цитировать Майя Санду, что Европейский Союз это проект мира. Безусловно. Мы сейчас будем цитировать интервью Ирия Дудя. Да, да, конечно. Это какой проект? Чего это проект, если не мира? Ну, безусловно, так оно и есть. 9 мая 1953 года, если я не ошибаюсь, договор угля из стали. Подписали для того, чтобы... Еще тогда. Да, для того, чтобы между Францией и Германией, которые вечно воевали друг с другом, да, для того, чтобы они больше не воевали, а для того, чтобы в Европе воцарился мир, и таким он воцарился на целых 70 лет. До тех, пока Россия начала, ну, плюс война в Боснии, да, то есть на Балканах, да, после развала, во время развала Югославии. Ну, там не было Европейского Союза, там была Советско-федеративная социалистическая республика Югославия. И сейчас войны нету на территории Европейского Союза, да, потому что война вот за то, что некоторые страны, в частности, Украина и Молдова, хотят уйти, войти в Европейский Союз. И для того, чтобы не допустить этого, Россия развязала эту самую, говоря, кровавую войну. Поэтому, как бы, нам есть, безусловно, Европейский Союз, то место, где мы сможем обеспечить себе мир и развитие. С Божьей помощью и здравым смыслом. И здравым смыслом. Ну, я предлагаю прерваться на небольшую паузу, да, после чего мы вернемся и поговорим о 9 мая, да, то есть, поскольку мы говорим о проекте мира, Иван, да, Европейском Союзе, да, мы поговорим о 9 мая, что он символизирует для республики Молдова. Но, перед тем, всем тем, кто нас смотрит и слушает, подписаться на нас, поставить лайк и поделиться этим видео. Друзья, написать комментарии. Очень ждем, да, не приключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы, я, Иван, я, Михаил Сыркилий, уже заговариваешься, Михаил, и Иван Свяченко обсуждаем молдавскую политику, реальную политику, как ты говоришь. Realpolitik. Realpolitik, да. Больше английского акцента тебе нужно, потому что, Михаил, тебя же заплатили. Немножко золоров. 9 мая обсуждаем, вернее, обсуждаем, да, молдавскую политику, честно, со здравым смыслом и с долей иронии. Иван, 9 мая. Вот несколько новостей, связанных с этих, ну, во-первых, у нас завтра будут мероприятия, у каждого свой 9 мая. Да, у нас вариантов много. Да. Провести этот день. И праздновать, отмечать день образования Советского Союза, извините, день Европейского Союза. Кто заплатил тебе, Михаил? Вот в этом случае тоже никто не платил, просто оговорился. Да, Европы, в Кишиневе будут большие, большое мероприятие, а в нескольких городах будут отмечать День Победы. Давай поговорим обо всем по порядку. Значит, у нас очень долго в Республике Молдова 9 мая отмечали День Победы. Ну, еще с Советского Союза в 1955 году стали заново отмечать и долгое время в Республике Молдова и теперь, как бы, да, у кого-то День Победы, у кого-то 9 мая. День Европы. Как ты относишься к вообще День Победы? Давай с этим разберемся. И что это вообще такое? И нужно ли еще праздновать День Победы? 8-го, 9-го мая по разным часовым повесцам разные цифры получаются. С 1945 года нацистская, фашистская Германия подписала акт обе заковорочной капитуляции. Вторая мировая война 9-го мая или 8-го мая не закончилась, как известно, но Германия капитулировала. Если подходить к тому, что мы находимся на дистанции в 80 лет с 79, окей, с этой даты, мне кажется, и проявляет здравый смысл, то мне кажется, каждый волен делать и отмечать то, что он хочет. Может ничего не отмечать. Может отмечать День Победы. Может отмечать День Европы. Твое дело личное. Именно поэтому мне смешны рассуждения о том, что кто-либо запретил 9-е мая как День Победы или что День Победы это не День Победы. Ну хорошо, а когда День Победы, этот праздник День Победы стал символом российской агрессии. А это вот уже другая сторона медали. Как с этим быть? И вся вот эта вот акция сначала назвалась, по-моему, как Бессмертный полк, потом она перекатилась в акцию Георгиевская ленточка, и Бессмертный полк, ты знаешь, да, что он начинался где-то, по-моему, в Сибири, да, какие-то энтузиасты его... Томск, это Томск 2012 год, это никакая не десятилетия традиций, никакой традиции не было. Это была прекрасная акция, очень камерная, очень человеческая, но ко всему, к чему притягиваются лапы этого государства... Акция Бессмертный полк это была, люди выходили с портретами своих дедушек и бабушек, которые воевали во Второй мировой войне на стороне Советского Союза. И проводили акцию память. И проводили акцию память. Потом началась эта все приватизация силами Кремля. Кремля, да. И сразу все испоганили. И проводилась в победобесе. Да. И сегодня уже, насколько я понимаю, уже в России, в Москве та же самая акция, они переименовали ее в Георгиевская ленточка и ходят уже с портретами тех, кто участвует зет-военными, которые погибли, ну, фактически пошли, напали на Украину. Российская Федерация, Владимир Путин лично сильно расширяет возможности наглядной агитации, поскольку смертей много в Украине, но и смертей много и в России. Правда, в Украине их оплакивают, а в России, ну, просто получают деньги и вот выходят с портретами. Я не совсем понимаю позицию пойти подписать контракт с Министерством обороны, убивать людей и погибнуть. Для чего это нужно? Но если ты живешь где-то в глубинке, это единственное, самое яркое событие в твоей жизни. Я не думаю, что это вот настолько яркое событие, чтобы рисковать своей головой за миллион рублей. Ну, хорошо, если Путин довел страну до нищеты, да, имеется в виду вот эту глубинку, не провел туда ни газа, ни электричества, не построил ни дорог за 20 лет, да, то есть сколько больше, чем 20 лет? 25 лет он у власти, да, то и для человека самое яркое событие, не знаю, там, и заработать... сдохнуть. Самое яркое событие сдохнуть. 10 тысяч рублей в месяц это считается суперзарплата, как бы, ну, ты меня извини. Как же быть? Понятное дело, что он пойдет за 10 тысяч воевать, ему все равно, куда пойти. Ну, это так сложно оценивать и чужие позиции, и подобный уровень жизни. Убивать людей нельзя. Вот постулат, как бы, 2000 лет повторяемый, а все не в коня кормы, как-то, горохом об стену в этой православнейшей стране, окравляемой патриархом Кириллом. Который пожелал Владимиру Путину править вечно, да? До скончания века. До скончания века. Цитата. Цитата. Ну, так, возвращаясь к этой, как к Дню Победы, то есть, как бы, если сам праздник, День Победы превратился в победобесие и продвижение российской агрессии, стал символом российской агрессии, то есть ли место этому празднику в Республике Молдово? Ну, посмотри, например, вот я тебе приведу парадоксальный пример на ситуацию в Приднестровье, наш левобережный регион. Власти, не признанные Приднестровья, например, господин Красносельский, объявили, что 9 мая парада никакого не будет и никаких бессмертных пауков тоже проводиться не будет. Не хотят провоцировать? Ну, видимо, да. Это же особых бюджетных затрат там на бессмертный паук точно нет. На парад-то, ладно, технику какую-то выкатывать. А тут хотя не 9 мая очень часто долго делали, да, 9 мая? Конечно, конечно. Ну, и парады они проводили, танки, Т-34, ну, не совсем, конечно, натовские войска, которые вот-вот должны пересечь пруд и вот захватить Приднестровье. Нет, ни натовских войск тут нету, ни у Приднестровья тоже особых вооружений нету. слышал недавно одно мнение, если, может, ты знаешь, такого господин Суин. Да, есть такой налево. Он давал ему кому-то интервью неизвестного у меня журналисту, и они прямо вдвоем сидят в студии и обсуждают, а как будет Приднестровье противостоять НАТО. Серьезно? Да, да, я больше просто не буду углубляться в это. Ну, вот, уровень аналитики. Приднестровье, НАТО. Да. Интересно. Ну, зато на правом берегу, вот, пожалуйста, Шор со своим блоком Победы, да, будет отмечать полевой кухней, да, Второй Клей, Камрате, Аргееве и Бельцах. Что это вообще такое? Гречка с тушенкой. Гречка с тушенкой. Ну, у меня дома есть гречка с тушенкой, мне совершенно не нужно идти к Шору, чтобы меня положили на тарелку гречку с тушенкой. Эти военные песни, эти вот эти вот все... Это все было бы возможно, если бы не шла война на наших границах. Если бы все это не использовалось цинично, похабно, в политических целях, как Кремлем, так и определенными политиками в Республике Молдова. Ну, к сожалению, используются, и люди этого не понимают. Широко, широко, глубоко и повсеместно. И люди это понимают или не понимают? Некоторые понимают, некоторые закрывают глаза. Очень сложно оправдать убийство людей и оправдать войну. А ты, с одной стороны, любишь Путина, а с другой стороны, понимаешь, что нельзя оправдывать убийство. Начинаются психологические, психиатрические проблемы у человека. Диссонанс такой, да? Диссонанс, абсолютно реальный диссонанс. Куда бечь, что делать, не знаю. это сложный процесс. И всю эту кашу заварил известный человек, который вот вчера положил на Конституцию Российской Федерации. В очередной раз. В очередной раз. Ну, в Кишиневе будет праздноваться День Европы. Впервые, кстати, правительство страны и власти страны не заигрывают с Днем Победы. Обратите внимание. То есть, как бы пытались совмещать очень долгое время, да? То есть, как бы, вначале даже давали возможность 9 мая пройти Дню Победы, да? Потом День Европы праздновали там 11-го, один раз даже 13-го, да? Потом пытались таким-то образом в один же день совмещать, а теперь просто сказали, вот в центре Кишинева мы будем праздновать День Победы, ой, извини, День Европы, да? День Победы здравого смысла, вот, да? Как бы, да? Правильное слово. Хотелось бы этого. Да, День Мира, да? Ради чего создавался Европейский Союз. И никакого и никакого дня Победы, никакого Победобесия. И это, кстати, такая очень серьезная заявка. Перестали заигрывать или что, как ты думаешь? Буховз, да, это революционные процессы молдавской политики ведут к самым разным тропам, направлениям. Надо посмотреть, что будет за День Европы, как это будет все отмечаться. Я не хотел бы тут конфликтов, если бы конфликты не разжигались со стороны нашего левофлангового движения. Ну, по большому счету, оттуда и сжигаются именно с одной части. Это Илон Шор, который активно провоцирует конфликт. Ну, ему, по большому счету, нечего терять, да, он уже в Москве сидит. Ну, им 15 лет-то грозит. Ну, конечно. Все-таки. Из Москвы вряд ли его, конечно, в Молдову депортируют. Он мира не хочет, он хочет победы России здесь, да, для того, чтобы его поставили гаулятором здесь. Вот чего он хочет. По большому счету. Не знаю даже, что сказать. у гаулятора как-то вот не выросло что-то политическое. Как-то вот все. Ну, в любом случае, мы, наверное... Галима и по-воровски. Ну, очень даже, да, очень примитивненько, да. Мы празднуем День Европы, завтра мы будем на площади, поэтому призываю всех, кто хочет, у которого есть желание, прийти на площадь Великого национального собрания, по-моему, там будет проходить в центре Кишинева, это важный день, это день, который реально дал в 1953 году дал толчок к созданию Европейского Союза. 70 лет уже на континенте мира, развития и процветания, да, поэтому, как бы, с моей точки зрения, действительно, это единственный путь для нашей страны сохранить себя как независимое и суверенное государство, интегрирующее туда, ну, и развиться в нечто более-менее напоминающее государство с хорошими и сильными институтами, где обеспечивается, там, права человека, безопасность и устойчивое развитие. Иначе страна с моей точки зрения сама по себе не справится. Это уже очевидно. 30 лет мы пробовали, не получается. Добавлю тут такой момент, а чтобы почтить память павших и вспомнить про победу против фашистской Германии, достаточно прийти на мемориал и положить цветы, а вовсе не участвовать в каких-то идиотских и пошлейших автопробегах за победу. Ну, или кушать гречку на деньги шора. Не совсем к победе это имеет отношение. Я, честно говоря, тоже не совсем понимаю вот эту победобесию, особенно в Камрате, где Молдова-то Бессарабия была частью Румынии тогда, и наши-то деды воевали точно не в стороне Красной Армии. По разной стороне фронта оказывались наши деды. И тут точно не до победобесия. Тут действительно нужно поминать вообще саму трагедию, думать о ней, в очередной раз задуматься для того, чтобы не допустить того, что происходило тогда. Но, к сожалению, заменив вот это победобесие, то есть вдумчивость вот этим вот победобесием, Путин создал условия для того, чтобы напасть на Украину и повторить то, что сделал Гитлер. Потому что Россия сегодня превращается в фашистское государство. Майя Санду может не может это сказать, Юрий Дуджин, но мы-то можем, да, сказать. Ну, там все же просто до ужаса параллели исторически проходят, начиная с аннексии Крыма. Крыма, да, аншлюз, да. Да. И богемия Моравия. Дальнейшее развитие с оттяпыванием Польши, оттяпыванием куска Украины и так далее, далее. Ну, 15 признаков фашизма. Они там. Они все. Они все, вот, мы их сегодня, видишь, они на лицо. Есть. Увы, но это так. Увы, но это так. Друзья, не переключайтесь, мы прервемся на короткую паузу, после чего вернемся и поговорим об отставке, которая отстранение заместителя представителя Народного Собрания Александра Тарнавского. С чем это связано и как это еще понимать. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, мы вернулись, это подкаст «Это вам не мешки таскать», где мы обсуждаем молодовскую политику честно, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, ну вот новость пришла из Камрата вчера, Тарнавский, который пытался вытеснить на нескольких стульях и вот таки отстранили от должности заместителя представителя Народного Собрания. Пытался человек быть мягким, таким рациональным, особо не критиковать. На меня наезжал. На вас наезжал, на тебя наезжал. На будущее. Я как-то поздравлял нокту с то ли с днем на жарсении, то ли с днем на журналистике. И опять тут без нокта не обошлось. Не обошлось без нокта. И поздравляя вас, журналистский коллектив, написал я, что благодаря журналистской работе, честной журналистской работе, в Народное Собрание Гагаузии порою попадают воры и кретины. Которых на последних выборах... Как ни страна, они там встречаются. Там встречаются. А что в большом количестве? Интернавский очень обиделся и развопился на весь Фейсбук, что я оскорбил все народные собрания Гагаузии, штук семь было за всю историю автономии, и что я должен просить прощения. И все журналистские организации должны меня осудить и заклимить. Но, правда, я ему ответил в письменном виде, тоже через Фейсбук, что я думаю по поводу его предложения и по поводу оскорбления. И надо сказать, что к чести господина Транавского он не стал торпедировать и педалировать эту свою возмущенную позицию. На том наше общение с ним и закончилось. Он мне представляется, вот судя по всему, что я наблюдаю в современной политике Гагаузии, каким-то более вменяемым, что ли. У вас тут орлы... Не тяжело выглядеть вменяемым на фоне вот того дурдома, который творится в Народном Собрании. И на фоне этого Дмитрия Константинова, понимаешь, на котором и клема нигде ставить. Я этого сегодня не знаю. Ну, я просто... К сожалению, это... Смотри, просто в Гагаузии все действительно принято считают, что Тарнавский там светочь разумие, благоразумие. Но, понимаешь, опять же, все это познается в сравнении. Если бы там не были вот эти вот, извини за выражение, вот этот вот сброд, то Тарнавский выглядел бы где-то очень даже среднячковым. Но ты сейчас точно оскорбил все семь народных собраний. Ну, я это делаю практически каждую пятницу, поэтому как бы тут одним больше, одним меньше, извините, как бы что тут делать. Понимаешь, Тарнавский пытался их особо не укусить, особо не оскорбить. И Шора как-то критиковал, но так как бы и не очень, понимаешь, и по поводу и позиции его по поводу войны в Украине мы до сих пор не слышали, пытался как-то критиковать так осторожно, но как оказалось в народном собрании, которым управляет Шор с Константиновым не оказалось места даже для вот такой вот мягкой критики, около критики и полукритики, понимаешь, поэтому как бы я даже не знаю сможет ли Александр Сандановский на следующий круг пройти в народное собрание, время покажет. Попробуй взять у него интервью. Ну, мы приглашали его, кстати, он отказался ходить к нам. Что так? Ну, это тоже, кстати, отказался к нам ходить после того, как Дмитрий Константинов призвал всех коллег в народном собрании не ходить на ногу. Он сказал, вот я не буду к вам ходить, потому что мне не нравится ваша позиция. Мне просто интересно спросить Тарнавского, какая именно позиция нам не нравится. Но мы открыты ко всем, особенно господину Тарнавскому. Сейчас хотели бы с ним обсудить очень много вопросов, которые происходили, в том числе его позицию изменилась ли она, какие изменения претерпела. Но очевидно, что сейчас здесь дело не до таких рациональных рассуждений, как это дело Тарнавских. Нужно четко высказывать свою позицию и доносить эту позицию. То есть пытаться договориться с этими ребятами не получится. И это не совсем правильно с моей точки зрения. Поэтому ждем, готовы обсудить. передаем привет господину Тарнавскому. И это очевидно свидетельство о том, что в Народном собрании не готовы терпеть даже таких мягких критик, которые исходили со стороны Тарнавского. Ну, мы забыли, кстати, в предыдущей теме обсудить то, что Евгений Гуцул едет в Москву, судя по тому, что появились новые. Ну, слушай, Путина классная компашка собирается. И всегда, и вот, видимо, с Гуцул там особые тесные отношения. Там какой-то президент Гвинеи на Парад Победы имеется, да, она едет Гвинея Бесау, да, некий Сысоку Эмбала, да, едет туда, который задолжал Россию 26 миллионов долларов. Оказывается, вот так вот просто можно пригласить президента к себе на празднование Дня Победы, который никто из серьезных лидеров праздновать не хочет вместе с Путиным. Там, как Путина, помимо Гвинеи Бесау, еще две страны явные кователи Победы. Это Лаос и Куба. Антигитаревская коалиция, вот Гвинея Бесау и с Лаосом, это, конечно, круто. Ну и вот эта среднеазиатская деспотия тоже там будет. Ну и Башкан. Ну и да. Женщина на фоне вот этого вот странного депутатического присутствия. Это Евгения Бесау поднимают до такого уровня или они спустились до уровня Евгения Бесау? Как ты считаешь? Не исключаю. Не исключаю, да? Что идет в обратном направлении. Там, может быть, качели взаимопроникновения в самых разных аспектах, сферах. И проявления. И проявления, да. Друзья, мы прервемся на короткую паузу, после чего мы вернемся и обсудим последнюю тему, которая у нас осталась в сегодняшнем нашем списке. Это отставка судей. Ты сказал, что ты любимая твоя тема. Сразу хочется аплодировать. Да, поговорим об этом. Пока не забывайте подписываться о нас, ставить лайки и делиться этим видео. Увидимся через несколько мгновений. Друзья, мы вернулись. Это подкаст «Этого мне мешки таскать», где я, Михаил Сыркили и Иван Святченко обсуждаем молдавскую политику часто, со здравым смыслом и долей иронии. Иван, у нас осталась последняя тема на сегодня. Это отставка судей из Кишиневской апелляционной палаты и не только. 21 судья уволились. Можно в штуках их мерить. В штуках. 21 штука. Ну, я думаю, пачками их можно мерить уже, потому что очень много. Почему они увольняются? Неужели они испугались витинга? Ну, как говорят источники в апелляционной палате, выпускают пресс-релизы, пресс-сообщения. Ну, что вы, что вы? Какое ужасное подозрение. Это просто совпадение с витингом. На самом деле выросла нагрузка на судей. И они больше не могут. Они устали. Они устали. Наши пальчики писали, писали. Может быть, наши пальчики считали, считали. Но они больше не могут пересчитывать деньги. И вот они отправляются на вольный выпас. Ну, там появилась очень интересная новость. В отставку ушла судья, которая оправдала Влада Филата. Вчера, да. Или позже вчера. Да, по его делу об отмывании денег, насколько я понимаю. Оправдала Филата и ушла в отставку. И ушла в отставку. Это судья районного суда Буйкань Кишиневу, да. Это же таки стал. Да, очень, очень, очень интересно. Это все. Не знаю, куда удрение. Ну, я вообще, кстати, отсутствие прогресса в реформе судебной системы это одна из очень серьезных критик, которые предъявляют Майя Санду и партии ПАС. И тут интересно как бы проговорить это. Из того, что мы видим, это не первый, скажем так, не первый комплект судей, который уходит в отставку. Как только они объявили о ветинге и приветинге, там, по-моему, сразу начали уходить суди. Потому что они поняли, что они не смогут. Ну, если рыло в пуху и у тебя построен как-то на пятиэтажный особняк, то при всех подъемах судейских зарплат ты его не потянешь. Нет, конечно. И ты не сможешь объяснить, как это получилось так, что ты купил себе Porsche Cayenne за 11 тысяч лей, да, помнишь? Вот этот вообще смехотворный, анекдотичный, можно сказать, случай. Ну, так вот, они ушли. И многие увидели в этом как бы уже первый позитивный сигнал, первый позитивный знак, потому что из системы ушли, как правило, старые судьи, у которых было очень много времени для того, чтобы испачкаться, для того, чтобы... залезть в говно, если вот говорить. По самой не могу, да. И это, скажем так... Говно к деньгам, извините. И это освободило очень много места в судебной системе, и это дало, скажем так, больше маневра для молодых судей, потому что в судебной системе, помимо того, что она была коррумпирована, там еще существовал, практиковался на такой очень серьезный патриархат, а дедовщина, где старые судьи, взрослые судьи, да, как бы диктовали практически все молодым судям, молодых судей практически не было права голоса. в этой судебной системе. Освободив свои должности, они, грубо говоря, дали, освободили пространство для молодых судей, и теперь у них больше возможности высказывать свое мнение, принимать решения и делать что-то на такой другой лад, не на тот лад, который устанавливали эти старые судьи. Старые, прогнившие, мерзкие, коррупционные. Масса у меня эпитетов по отношению к вот этим вот специалистам в мантиях и с молотком. Так ты, может, это тоже такой способ избавляться от этих старых судей? Конечно. Эффективный, можно сказать, да? Не очень эффективный, поскольку все это продолжается слишком долго. Но, с другой стороны, я слышу критику реформы системы правосудия, и у молдавских избирателей, граждан нашей страны, наших с тобой со-граждан, какое-то раздвоение личности одновременно с критикой судебной реформы происходит, потому что они тут же задаются вопросом, а почему их не наказали, вот этих вот ворюк, поганых, наворовавших, коррумпированных. То есть они ушли от правосудия, да? Ушли от правосудия, да. А и тут же мгновенно тот же человек задается вопросом, кто же придет на их место? Наша судебная система развалится. Простите, ну, либо крестик, либо трусы. с вот этими товарищами ты судебную систему и не реформируешь, и нормальных государств построить просто не сможешь. И они уже не изменятся. Нет, ну куда же, как меняться, когда на тебя и компромат у десятков этих олигархов имеется, и закон, если система все же будет реформирована, закон прямо висит над твоей башкой, ты вот этим вот домокловым мечом перерезать ниточку совсем недолго. Ну и причем они же просто, грубо говоря, в лицо смеются всей стране. Конечно. Задекларировать Порш конец 11 тысяч лей, ну ты же кем-кем нужно быть. И за кого нужно всех принимать вообще. Причем она молодая, по-моему, была эта судья, дочь каких-то там судей. Помощники нотариуса, два года помощник нотариуса, потом у нас служитель Фемиды с таким опытом, что вот без нее болдавская система правосудия ну никак не справится. Ну тут нужно, с моей точки зрения, обозначить две вещи. Первое, никто не ставит перед собой задачу посадить всех этих людей в тюрьму, то есть как бы задача очистить систему. Ну они и пошли. Судья может быть кошерная, а вы честными нет. И вот к чему это все приведет? Останутся те, кто самоуверенные в себе или самые чистые? И причем, как заполнять вот это все? А ты даже людей откуда-то нужно брать, правильно? Людей, юристов в Молдове, я думаю, хватает. Ну да, у нас куча факультетов. Факультетов много нет, но тут нужно все же квалификацию подтверждать. Самое важное, тут не юридическая специализация или опыт работы, а честность. Потому что прочитать уголовный кодекс и выслушать дело уголовное, там каких-то вот сверхквалификаций не надо бы. Присяжные, в очень многих странах работают, тут присяжных, и там добираются присяжных обычных людей. Все. Ну как справляются? Справляются они же со своим... С правосудием. С правосудием, да. Отправляют правосудие. Не имея квалификации. Квалификации. Да юристов там, далеко не всегда там юристы встречаются. Там-то на хозяйке встречаются. Смотрят на дух закона, смотрят на букву закона и определяют, виновен человек или невиновен. И руководствуются прежде всего своими киндоценностями, да? Ну, совестью, совестью. Если есть сомнения, то человека оправдывают. А Поршка-йен не бывает таких сомнений. Тут невозможно оправдать. Алло. Поршка-йен. Я 20 лет назад мой друг покупал запорожец. Да. За, по-моему, 300 долларов. Два лет. Два лет назад и запорожец. Он был новый или нет? Нет. Какой запорожец может быть новым? Нет, конечно, не новый. Но 300 долларов. А тут Поршка-йен за 500. Да. Что с ним случилось? Два лет спустя. Да, два лет спустя он как-то скухожился, вмещает двоих. Он трансформировался, понимаете? Ну вот, это судья, вот мне очень хочется, чтобы она куда-нибудь трансформировалась из судебной системы. Ну, судя по всему, да, трансформируется скоро, да. Ну, мы надеемся, что это все будет, пройдет быстро, потому что действительно есть очень много задолженностей у судебной системы перед молдавским обществом. И мы надеемся на то, что процесс рейтинга пройдет очень быстро. Он не пройдет очень быстро, но, слушайте, лучше его вести. Без него как-то не получилось. Вот он же идет, то есть люди уходят, им даже не приходится их анализировать, понимаешь, они просто уходят из системы. Под страхом самого рейтинга, да, каким страшным оказалось это слово рейтинг. Ну, потому что, видимо, комиссия работает вдумчиво и тщательно, люди там подобраны, честные, квалифицированные, юристы в том числе, да. И они понимают, что не получится. И взять так им дать не получается. Ну, не получается, ну, никак. Причем они долго с этой комиссией уже год или два, два, полночь. Два, два года, точно. И наверняка за эти два года были предприняты попытки найти концы какие-то, подойти. Концы точно были попытки найти. Я не думаю, что прям выходили лично на переговоры. Но искали. Но искали пути. В нашей стабильно, такой традиционно, патриархально, православно коррумпированной стране это наша одна из традиций, которую... Православно коррумпирован. Которую неплохо бы и поменять. Ну, да. Потому что все же жить честно гораздо проще. Выгоднее и проще. И выгоднее, понимаешь, самое интересное, что выгоднее... Жить честно. Да. Да. Да, согласен. Иван, я благодарю тебя за сегодняшний эфир, за то, что ты приехал. Это уже наш шестой выпуск, да? Приехал. Шестой, да. Хорошо. Прошу неделю был пятый, да. Мы благодарим всех, кто смотрел нас и слушал на наших платформах. Друзья, не забывайте подписываться, ставить лайки. С наступающим днем Европы вас всех, да. И увидимся через неделю в новом выпуске нашего подкаста. Это вам не мешки таскать. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова